98-я по счёту многодневных жертв в Италии стартовала в Солнаренце-Тимаре, в небольшом курорте итальянских владений Лазурного берега. Солнце, прилично припекавшее со стороны Лигурийского моря, делало настроение праздничным в войне. Одни победы, понятно, никто не забывал. Несмотря на то, что в ближайшие три недели представителей 20 команд ждали изматывающие 3,5 тысячи километров итальянского асфальта. Как и все предыдущие десятилетия, лидер гонки поедет в розовой майке. Напомним, что этот свет в своё время был выбран в честь страниц «Ла газеты Делла Спорт», журналисты которой, собственно, и придумали эту многодневку. Ну а сейчас розовые тона встречаются буквально на каждом шагу. К каждому новому сезону команды готовят новую форму. Российская «Катюша», помня юбилея и победы, постаралась использовать в своём дизайне символы, которые у любого нашего человека вызывают ассоциацию с дебяками. Ну символы, это у нас в основном надпись «Катюша». И вот эти вот символы, я считаю, что это символы победы. Такие как бы салют, фейерверк, ну и, конечно же, Кремль, самая основная. Помогает это? Да, мотивирует. «Катюша» привезла в Италию, по сути, российский состав, главе с капитаном «Монтри Парулини», единственным иностранцем. Однако основная ставка в общем зачёте будет сделана на Юрия Трофимова и триумфатора недавнего тура «Романди» и Нура Закарина. Здесь мы считаем хорошим выступлением размещение в десятке, отличным выступлением размещение в пятёрке. А всё, что выше там на пьедестале почёта, это, конечно, мечта для команды «Катюши». И вторая задача – это у нас победа на этапах. Уже в первый день гонки «Катюша» вполне могла рассчитывать на успех. Участников ждала командная разделка на 17 километров до Сан-Рема. На том же туре «Романди» и в этом виде «Катюша» была третьей, причём «Джиро» состав только усилился. Ну, я думаю, что сегодняшняя задача, мы не стали скромничать, мы поставили её, командную гонку, выиграть. Посмотрим, что из этого получится. Но по теории, на бумаге, да, мы одни из фаворитов сегодняшней гонки. Но нельзя забывать, что это «Джиро» деталь, это не тур «Романди» и другие команды тоже подтянулись, соответственно. «Катюша» получила неплохой стартовый номер. Наши велосипедисты отправились в путь с семнадцатыми. К тому времени многие фавориты уже успели финишировать. Задача выиграть подразумевала риск, и россияне сразу включили максимальные скорости. Именно из-за этого немного не хватило сил в концовке. Итоговое десятое место можно считать нормальным с точки зрения дальнейшей борьбы в генерале, но мечталось на больше. Поздравляющий всех с Днем Победы Сергей Дерябкин, Александр Холотов, НТВ Плюс из Сан-Рема.